Какое дерево лучше никогда не трогать? Какое дерево опасно вообще во всем? Какие растения представляют угрозу для бедолаг животных, а какие считаются самыми ядовитыми в мире? Об этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске про жуткую флору нашей планеты. Какие деревья, по-вашему, очень опасные? Мне кажется, мало кто из вас сможет сейчас ответить на этот вопрос. Ведь говоря об опасности в природе, обычно думаем о животных, а не о деревьях. Но и некоторые из них представляют угрозу, причем по-разному. Например, вот. Это дерево сходу своим внешним видом предупреждает, что лучше до него не дотрагиваться. Как минимум, можно немного уколоться этими неприветливыми и жуткими шипами, которыми утыкан ствол, а как максимум, можно получить достаточно глубокую рану. Увидев такое дерево, я бы сразу отошел от него. Так, на всякий случай. Но и это могло бы не уберечь меня. От этого дерева надо держаться очень далеко. Дело в том, что у него необычные плоды, которые созревают оригинальным способом. Когда они созрели, то взрываются и разлетаются, словно осколочная граната. Ах да, извините, забыл представить. Это динамитное дерево. Теперь понимаете, почему оно так называется? Есть у него и более научное название. Хура трескающаяся. Конечно, плоды дерева не такие же эффективные, как боевые гранаты. Но поверьте, приятного будет мало. Разлет осколков 100 метров. А скорость 250 километров в час. Вполне хватит, чтобы оставить ссадины. Если вы будете путешествовать по Центральной Америке и увидите дерево с красной полоской или лентой, то я бы не рекомендовал вам к нему подходить. Не волнуйтесь, никаких осколочных плодов не будет, но дерево все равно убийственное и крайне опасное. Самое опасное в мире, если быть точнее. Это манцинелла, если динамит... Это манцинелла. Опасность шипастым стволом и плодами-гранатами, то она буквально всем. Дело в том, что манцинелла – это яд в обличье дерева. У нее ядовитые плоды, которые напоминают яблоки, ядовитая кора, ветви и листья. Даже трогать это дерево крайне нежелательно. А если попытаться срубить его или поджечь, оно может покалечить. Я серьезно. При рубке или спиливании манцинелла брызжет едким ядом во все стороны. Если попадет в глаза, можно ослепнуть. А при сгорании дерево выделяет крайне токсичный дым. Стоит ли говорить, почему нельзя есть плоды манцинеллы? Если вкратце, можно заработать либо очень тяжелое, либо вовсе смертельное отравление. Это одно из немногих деревьев в мире, возле которого можно найти табличку с предупреждением о том, что оно очень опасно. Глядичья трехколючковая Это дерево выглядит так, словно его обмотали колючей проволокой. Может, оно настолько редкое, что это его так охраняют? Конечно, нет. Это часть самого дерева. Глядичья трехколючковая – одно из самых неприветливых и опасных деревьев планеты. У нее имеются длинные колючки разных типов. Некоторые простые, словно шпаги или мечи, а некоторые трижды разветвленные, что и дало растению название. Некоторые могут достигать 30 сантиметров в длину. И про колючую проволоку вначале я сказал не случайно. Глядичья – это буквально живая колючая проволока. Некоторые люди даже высаживают ее периметру своей территории возле заборов как дополнительную защиту. Прорваться через колючее растение безболезненно можно только в броне. Думали на этом все? Вот и нет. Глядичья опасна не только своими колючками, но и ядом. Наиболее ядовитыми у этого растения являются молодые листья в меньшей степени, старые листья и цветки, еще в меньшей – кора и семена. В малых терапевтических дозах этот яд даже полезен, но в больших может вызывать изменения в печени, застойные явления в мозге, пневмонию и прочие ужасы. Если идти по африканским саваннам, то в какой-то момент вы можете услышать свистящий звук. Что это? Змея, которая притаилась и готовит атаку? Возможно. А может, это акация серполопастная? Свист издает не само дерево, а луковичные основания его шипов. Это главная фишка этой акации. Вот и еще одна колючая проволока, о которую можно очень сильно пораниться. Понимаете, да, что трогать это растение не стоит? Но вы вряд ли до него доберетесь, ведь растет оно в саваннах, полных очень опасных животных. Очень интересной особенностью акации серполопастной являются те самые луковичные основания шипов. В них живут муравьи. Это пример взаимовыгоды, ну или симбиоза в дикой природе. Муравьи используют полые колючие луковицы в качестве своих домов и делают в них отверстия. А отверстия, в свою очередь, издают свистящий звук, который должен отпугивать животных от ветвей и листьев растения. В итоге и у муравьев есть дом, и шанс, что какое-нибудь животное слопает акацию, снижается, но не падает до нуля. Акации активно едят жирафы, которым кажется плевать на колючки. Также иногда на акацию претендуют слоны, но есть нюанс. Если слон попытается съесть ветку, покрытую муравьями, то муравьи проникнут в хобот слона и начнут кусать его изнутри. Поэтому слоны, если и едят акацию, то редко. Как видите, акация серполопастная опасна скорее для животных, чем для людей. Есть еще одно растение, до которого животным лучше не дотрагиваться, иначе последствия будут еще более неприятными. Я говорю про пизонию. С виду это вполне обычное дерево, но у него есть сюрприз. Оно уж очень любит плотно-плотно прижимать к себе животных и больше уже не отпускать их. Дело в том, что семенные стручки пизонии очень плотно покрыты слизью и мелкими крючками. В этой слизи могут увязнуть не только мелкие насекомые, но и птицы. Именно они чаще всего попадают в ловушку. Даже взрослой и сильной птице будет очень непросто оторваться от этой слизи и выбраться на волю. Что уж говорить о птенцах. У тех нет шансов. Кто-то погибает от голода, кто-то от когтей и зубов хищников. Кому-то везет больше. Если птенца найдут люди, они могут без особого труда достать его из-за подни. Кстати, пизонию нередко выращивают дома. В комнатных условиях деревце достигает метра полутора метров в высоту, но практически не цветет, а значит не плодоносит. Зато можно не бояться за жизнь попугая, который вылетит из клетки и случайно сядет на растение. Челебуха. Это дерево можно встретить в тропической части Южной Азии, Африке и на севере Австралии. Оно вырастает на 15 метров в высоту. На самом деле ничего необычного. Но это пока мы не обратим внимание на плоды челебухи. Выглядят они вот так. А еще их называют рвотными орехами. Как и все дерево в целом. У него даже латинское научное название такое. Как вы понимаете, это очередной случай, когда дерево лучше не трогать. Ну или, по крайней мере, ни в коем случае не пробовать его плоды на вкус. Не знаю, на самом деле, кто будет срывать и есть плоды с непонятного дерева. Но ладно, это я просто так. На всякий случай. Дело в том, что в плодах находится стрихнин, чрезвычайно токсичный яд. Когда-то его использовали, чтобы травить вредных грызунов. И поверьте, яда хватает не только на крыс и мышей. Для человека он вполне может быть смертельным. Стрихнин воздействует на центральную нервную систему, приводя к сбоям в ее работе. В итоге, летальный исход наступает от удушья. Как видите, в мире немало опасных деревьев, от которых стоит держаться подальше. Но ведь есть еще кустарники и прочие растения. Может, у них и нет больших стволов с шипами и ядовитых плодов, но к ним все равно лучше не подходить. Сейчас вы их увидите. Гимпи-гимпи Уверен, что если бы вы шли по какому-нибудь тропическому и австралийскому лесу и издалека увидели это растение, то даже не обратили бы на него внимания. Да, у него крупные и широкие листья. Ну и что? Полным-полно других растений, у которых листья даже еще шире, и мы и на них внимания не обращаем. Только вот гимпи-гимпи – уникальное растение, ведь оно самое ядовитое во всей Австралии. А кто-то считает, что и в мире. Если рассмотреть его поближе, то картинка начнет складываться. Листья у гимпи-гимпи с зубчатыми краями. А что еще мы знаем подобного типа? Конечно же, крапиву. Но удивляться не надо. Гимпи-гимпи – это тоже крапива, ведь она относится к семейству крапивных. Правда, гимпи-гимпи гораздо опаснее обычной крапивы, которая растет у вас на даче, во дворе или в соседнем лесу. Волоски, которыми облеплены листья жалящего дерева, содержат нейротоксины и способны запросто проколоть кожу. Дотронувшись до гимпи-гимпи, человек обречет себя на болевые ощущения, которые продлятся несколько дней. В некоторых случаях пострадавших даже госпитализируют. Недаром гимпи-гимпи называют жалящим деревом. Оно заслуживает это название, как никто другой. Кстати, вы знаете, зачем крапива вообще жжется? Ученые считают, что жгучесть обеспечивает крапиве защиту от травоядных животных. Это механизм, который крапива выработала эволюционно. Гимпи-гимпи, кажется, перестарался. Его мощи хватит на любого травоядного с лихвой. В соседней Новой Зеландии не менее опасно. По крайней мере, в плане крапивы. Тут произрастает онга-онга. Она может вырастать до пяти метров в высоту. Листья у онга-онга куда менее приветливые, чем даже у гимпи-гимпи. Они словно кричат о том, что готовы расправиться с любым, кто к ним сунется. И это чистая правда. Новозеландская крапива в десятки раз мощнее и больнее той, о которую мы с вами обжигались в детстве или во время отдыха на природе. Все потому, что ее колючки очень большие и жгучие. И они содержат муравьиную кислоту и гистамин. Такая комбинация как минимум наградит ожогом того, кто просто потрогает растение. Но это еще ладно. Куда более жутко угодить в такой куст. Несколько собак и лошадей и как минимум один человек стали жертвами онга-онга, неудачно упав в эту зловещую крапиву. А сейчас я расскажу вам, на что способна самая опасная лягушка в мире. Лягушка-бык. Как вы представляете себе лягушек? Наверное, в голове всплывает образ небольшого зеленого создания где-то на болоте, которое можно запросто поместить у себя на руке, если лягушка туда прыгнет. С лягушкой-быком такое вряд ли прокатит. Это одна из крупнейших лягушек планеты, которая достигает 25 сантиметров в длину и весит более полкило. Надо как следует постараться, чтобы усадить такую у себя на руке. Но нужно ли это? Думаю, нет. Как-никак, лягушка-бык не только очень большая, но и очень опасная. По крайней мере, многие животные ее очень боятся. Еще бы, вы только посмотрите, как этот монстр беспощадно расправляется с опасным скорпионом и летучей мышью. Они находятся в одном контейнере с амфибией. Поначалу скорпион и летучая мышь сами выясняют отношения, пока лягушка просто смотрит на них. Но потом она вступает в дело и резким движением схватывает летучую мышь, после чего съедает ее. Будьте уверены, скорпиона ждет та же участь. Также уверена, она может расправиться с кем-нибудь менее опасным. Например, с шершнем. Лягушка успевает убить и съесть шершня, прежде чем тот успеет ужалить ее. О мышах и говорить не стоит. Лягушка-бык уплетает их на закуску, как мелких насекомых. Помимо этого, питается она моллюсками или пауками. Но иногда может съесть даже своего сородича, причем не менее опасного, чем она сама, лягушку-древолаза. Ужасный листолаз Вот и один из представителей тех самых древолазов. Как и другие древолазы, ужасный листолаз не отличается крупными размерами. В длину эти амфибии вырастают всего до 4-5 сантиметров. Конечно, они не могут съесть крупного скорпиона, летучую мышь или даже обычную мышь. Зато они могут просто убить свыше 20 тысяч мышей. Все потому, что ужасный листолаз – это самая ядовитая лягушка планеты, а также одно из самых ядовитых позвоночных животных в принципе. Эти амфибии содержат около миллиграмма батрахотоксина. Кажется, что это ничтожно мало, но всего одной пятисотой этой дозы хватит, чтобы убить взрослого человека. Что особенно жутко, лягушке даже не нужно никого кусать. Достаточно простого прикосновения к коже лягушки, чтобы получить смертельное отравление. Именно по этой причине ни в коем случае нельзя трогать этих амфибий. Любоваться этими красавцами нужно строго на расстоянии. К слову, необычный желтый окрас лягушки говорит именно о том, что она невероятно ядовитая. Голубой древолаз На очереди у нас родственник ужасного листолаза. Как можно понять по названию, голубой древолаз относится к тому же семейству токсичных амфибий. Во многом эти создания схожи. Голубой древолаз тоже небольшой и вырастает лишь до 5 сантиметров в длину. Как и ужасный листолаз, он очень яркий и очень ядовитый. Кожные железы голубого древолаза выделяют слизь, которая защищает животное как от грибков и бактерий, так и от естественных врагов. Впрочем, это уже крайняя мера. Многих хищников отпугивает сама предупреждающая яркая окраска голубого древолаза, поэтому они стараются к нему не лезть. Эта лягушка очень опасна для многих насекомых и животных, однако для человека ее яд не такой сильный, как у того же ужасного листолаза. И все же, не стоит испытывать судьбу и пробовать эффективность токсинов на себе. Как и ужасного листолаза, голубого древолаза строго не рекомендуется брать на руки. Впрочем, это не отпугивает многих любителей острых ощущений, которые содержат этих лягушек у себя дома в качестве экзотического домашнего животного. Забыл сказать, что ужасного листолаза и голубого древолаза можно встретить в Южной и Центральной Америке. Там же можно встретить еще одну жуткую амфибию – жабу ага. Эти жабы также встречаются в Австралии и некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Это настоящие гиганты от мира амфибий. Жаба ага – вторая по размеру жаба в мире, длина которой достигает 24 сантиметра, а вес – одного килограмма. А иногда и вовсе встречаются рекордсмены весом около 2,5 килограмм и длиной почти 40 сантиметров. Пользуясь своими размерами, жаба ага с легкостью охотится на многих животных. Эти земноводные с удовольствием поедают членистоногих, пчел, жуков, улиток, ящериц. Но кажется, больше всего им нравятся мыши. Посмотрите, как стремительно жаба ага проглатывает мышек. Она настоящий охотник. Но что еще интереснее, жаба ага является крайне ядовитым созданием. Причем ядовита она на всех жизненных стадиях. Когда взрослая жаба потревожена, ее железы выделяют молочно-белый секрет, содержащий мощные токсины. Яд этой жабы сильнодействующий. Он воздействует на сердце и нервную систему, вызывая обильное слюноотделение, конвульсии, тошноту, аритмию и повышенное кровяное давление. В некоторых случаях яд может парализовать жертву и вовсе прикончить ее. Причем для отравления достаточно лишь простого контакта с железами, как в случае с древолазами. Про суперспособности жабы знают многие аборигены Южной Америки. Они до сих пор используют мощнейший яд-амфибии для смачивания наконечников стрел, получая смертоносное оружие. Сложно сказать, какая именно лягушка или жаба является самой опасной в мире. Не просто сравнить смертельный яд-листолаза, нереальный аппетит лягушки-быка или охотничьи способности жабы-ага. Решайте сами. Напишите в комментариях, какая лягушка или жаба, по-вашему, является самой опасной в мире и смотрите дальше. Скоро вы увидите самую огромную лягушку на планете, узнаете о стеклянных лягушках, а также увидите способности некоторых лягушках к настоящим полетам. Лягушка Голиаф Глядя на фотографии, на которых люди держат лягушку Голиафа, сложно поверить в то, что это создание реальное. Создается впечатление, будто эти снимки отфотошоплены. Но поверьте, тут не грамма фотошопа, ведь перед вами самая крупная лягушка планеты. Не зря ее прозвали Голиафом, ведь эти существа могут достигать почти метра в длину, около 25 сантиметров в ширину и весить до 6 кило. Чтобы вы лучше понимали, примерно такие же размеры у обычного домашнего кота. К сожалению, эти создания относятся к вымирающим видам. Встретить их не так просто. Обитают они в Африке, в юго-западном Камеруне и экваториальной Гвинеи. Что интересно, в отличие от многих других лягушек, которым все равно в какой воде обитать, Голиафов можно назвать капризнами. Им нравится жить только в кристально чистой воде, полной кислорода. Несмотря на свои размеры, лягушка Голиаф не опасна для человека. Она не нападает на него. Скорее, убежит сама, ведь лягушка Голиаф крайне пугливая. Эти амфибии замечают все, что передвигается вокруг на расстоянии 40 метров и, если чувствуют опасность, прыгают одним прыжком на 3 метра в воду. Иногда Голиаф совершает сразу 6-7 прыжков, поэтому за несколько секунд может оказаться далеко от потенциального обидчика. А это полная противоположность гигантским лягушкам из Африки. Вид педофрин амоэнсис можно по праву назвать микролягушками или даже нанолягушками. Ученые описали этот вид всего 10 лет назад, что неудивительно, ведь этих крох крайне трудно обнаружить. Достигая в длину всего 8 миллиметров, педофрин амоэнсис являются самыми маленькими лягушками планеты. Смотрите, они даже могут уместиться на монетке. Обитают они в Папуа, Новой Гвинеи. Само собой, они не представляют никакой опасности для людей и даже мелких животных. Охотятся они на самых крошечных насекомых и сами часто становятся жертвами хищников. От них они вовсю скрываются в толстой листовой подстилке тропических лесов, но ото всех все равно не спрячешься, поэтому этих крох часто поедают скорпионы и многие беспозвоночные. Но в масштабах планеты это не так плохо, ведь, несмотря на свой размер, эти лягушки являются важным звеном в пищевой цепи. Никогда не задумывались, какой у лягушек внутренний мир? В буквальном смысле. Как у них расположены органы и все в этом роде. Обычно, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно препарировать лягушку, но в случае со стеклянной лягушкой все проще. Нужно просто взглянуть на ее брюшко. Эти лягушки одни из самых необычных на планете, ведь они полупрозрачные. Кожа на их животе напоминает стекло, потому что сквозь нее можно отлично рассмотреть внутренние органы лягушки. Печень, сердце, желудочно-кишечный тракт, а иногда даже икринки у самок. Вообще, эти прозрачные создания достаточно безобидны. Живут себе на деревьях и в горных лесах и лишь в период размножения доходят до воды, но насекомым все равно не стоит расслабляться. Эти амфибии могут жестоко расправиться со многими из них. Взгляните, что стало с этим бедолагой-сверчком. Летающая лягушка Все лягушки – отличные прыгуны, а некоторые – отличные пилоты. Летающие лягушки как раз из последних. Эти лягушки не могут похвастаться крыльями, пропеллером или чем-то в этом роде, но летают они знатно. На самом деле, их полет – это всего лишь затяжной прыжок. Но зато какой! Если обычные лягушки передвигаются в прыжке лишь на несколько метров, то летающая лягушка может пролететь около 15 метров, оттолкнувшись всего раз. Такая маневренность и точность обеспечена наличием маленьких зубьев и перепонок на лапках, которые покрыты липкой слизью. Когда лягушке необходимо спуститься с дерева на землю, она делает прыжок и осуществляет свой планирующий полет. Приземляется она успешно и мягко, поскольку амфибия обладает высокой цепкостью. Эти лягушки – несомненно опасные существа, но сейчас я покажу вам животных, которых боятся даже львы. Горная горилла Начнем с неожиданного создания. Гориллы – огромные приматы, самые крупные из всех. А горные гориллы – и подавно. Этот подвид занимает первое место по величине. Самцы, хоть и низкие, около 150 сантиметров, но тяжелые. Их вес достигает 365 килограмм. Самки гораздо меньше. Они в 3-4 раза легче. В отличие от многих других тяжелых животных, немалая часть веса горной гориллы приходится на мускулы, а не на кожу или жир. Эти гиганты отличаются невероятной силой, способны перетаскивать или приподнимать предметы в 10 раз тяжелее своего веса и в 10 раз сильнее человека и обладают не самым добрым нравом. Горилла в ярости – то еще зрелище. Не стоит забывать и об острых зубах примата, которыми он разгрызает даже плотные плоды. С учетом всего этого, можно сказать, что горная горилла смогла бы расправиться со львом. Горилла могла бы запугать льва одним своим видом, расправившись и побив себя по груди. Также горилла умнее льва и лучше использует рельеф местности. Если бы схватка состоялась на территории гориллы, примат, скорее всего, вышел бы победителем. А вот если бы лев и горилла бились в открытой саванне, то преимущество было бы на стороне царя зверей. А уж если он пришел бы на разборку с Прайдом, то примату точно настал бы конец. Хорошие новости в том, что подобные разборки практически полностью исключены. О них можно лишь фантазировать, ведь гориллы и львы хоть и живут на одном континенте, но обитают в разных местах. Теперь перейдем к реальным врагам льва, и первый, и самый главный из них, конечно же, гиена. Это основной оппонент льва во всей Африке. Главная тому причина – пища, за которую они конкурируют, ведь едят они одно и то же. Нередко гиены отбирают добычу у других хищников, или же питаются падалью, которую найдут, но часто охотятся сами, причем успешно. Охотиться они могут даже на льва, главное оружие гиен, не столько невероятный укус или агрессия, сколько численное преимущество. Эти ребята стараются действовать большими группировками. Их клан может насчитывать 10-20 особей, и каким бы крутым ни был лев, он ни за что не справится с 10 опасными хищниками сразу. Он может лишь надеяться на подмогу или бегство. В иных случаях льва запросто прикончат. С другой стороны, если львов хотя бы двое-трое, они могут отбить одну из гиен от клана и расправиться с ней. А если битва происходит один на один, то у гиены нет шансов. Лев просто разорвет ее. Как-никак, размеры решают. К слову о размерах, следующий оппонент львов рекордсмен в этом плане, ведь это самое высокое животное планеты. Конечно же, это жираф. Эти создания травоядные и не агрессивные. Жирафы стараются держать нейтралитет и быть подальше от всяких африканских разборок. Но львы им не дают покоя и периодически охотятся на них. Главная задача льва – свалить жирафа с ног, ведь тогда он мигом станет уязвимым. Для этого львы охотятся прайдами. Одни догоняют жирафа, вторые ставят ему под ножки и пытаются вгрызаться в него, а третьи устраивают засаду впереди. Но жираф очень сильный, повалить его непросто. Скорее он сам повалит какого-нибудь льва, да еще и потопчется по нему. Если бой более спокойный, то жираф может просто ударить льва копытом. Одного точного удара от животного весом в тонну будет достаточно, чтобы отправить льва в нокаут или, по крайней мере, отбить у него всякое желание поохотиться. Если же львы каким-то чудом добрались до жирафа и даже залезли на него, то им все равно рано праздновать победу. Кожа у жирафа очень толстая, так что даже острые и длинные львиные зубы ее так просто не пробьют. Львам может попросту надоесть охота, и они оставят жирафа в покое. Единственный хороший способ победить жирафа – начать раздергивать его. Львы могут вцепиться в его ноги, тянуть в разные стороны или отвлекать внимание гиганта то слева, то справа. Обязательно должен быть лев, который будет в этот момент наскакивать на жирафа сзади. Тогда есть возможность, что гигант потеряет равновесие и станет добычей хищников. А на этом все. Напишите в комментариях, какое животное лично вы считаете самым сильным противником для льва. И спасибо вам большое за просмотр. Продолжение следует...